Музыка Человек зверушка ленивая и консервативная, и это не обязательно плохо. Очень часто консерватизм спасают от самоубийственного радикализма, а лень от кипучей деятельности руководящих идиотов. Но у каждой стороны есть две медали. И даже при наличии явной выгоды на любые изменения, затрагивающие себя любимого, человек решается только в безвыходной ситуации и при наличии реальной угрозы жизни и здоровью. Во всех остальных случаях он найдет 100-500 причин, почему это нужно сделать не сейчас, не здесь, не сегодня. Если подняться на государственный уровень, где тормозной путь, как у океанского лайнера, эти не сейчас, не здесь, не сегодня, обтекаются врубленные цифры статистики, многословные социологические отчеты и идеологические установки, в соответствии с которыми изменения невозможны в принципе. Редкая птица долетит до середины Днепра. Редкий правитель сможет похвастать успешными результатами реформ в сражениях с собственной бюрократической системой. Особенно, если реформы отбирают полномочия, безопасность и комфорт у этой системы. А в истории Отечества таковых вообще можно пересчитать по пальцам одной руки. Я, например, на вскидку помню только трех. Иван Грозный, Петр Первый и товарищ Сталин. Причем каждый раз реформы сопровождались нешуточными волнениями и немалой кровью. Сталинская, самая демократичная конституция 1936 года, предусматривающая выборы на альтернативной основе, привела к абсолютно недемократической зачистке красными баронами потенциальных соперников и нелояльного электората. Борьба за голоса избирателей 1937 года приняла такой эпический размах, что Иосифу Виссарионовичу пришлось срочно менять руководство НКВД и разворачивать репрессивную машину против самих инициаторов репрессии, врагов народа. Без малого 20 лет делась война генсека и партаппарата, которая закончилась реваншем партаппарата в 1953 году и стоила Сталину и его соратникам жизни о стране медленного затухания с последующим развалом в 1991 году. А заявленная Путиным реформа гораздо серьезнее, чем просто ограничение полномочий. Невозможность занимать серьезные должности с двойным гражданством и видом нажительства – это удар по безопасности, ибо нахрена вообще лезть в политику без возможности свалить на заранее подготовленный запасной аэродром с запасом нажитого непосильным трудом. Такие ограничения – это начало зачистки элит, зачистки спящих и пятой колонны. И тут выпукло встает один немаловажный вопрос – кто это все будет притворять в жизнь? Ну не пчел же заставлять бороться против меда? Иоанн Васильевич решил эту проблему с помощью специально сформированного сословия, даже в названии которого заложено отчуждение от традиционных властных структур и ведомств. Они не из них, они – априч, наречие и предлог, которые, согласно словарю Далю, означают «вне», «окроме», «снаружи», «за пределами чего», ну, то есть «не от мира сего». Как под копирку повторилась история во времена Петра Первого, набравшего свою гвардию и сформировавшего корпус соратников вне существовавшей Боярско-Княжеской пирамиды. Последним этот же трюк удалось провернуть Сталину, набравшего своих апричников из состава новых коммунистов, камня на камне не оставивших ни от Ленинской гвардии, ни от магистрального пути к мировой революции. И вот теперь заявлены не меньшие реформы, грядут не менее глобальные решения. Кроме изгнания из коридоров власти иностранных резидентов, один выход из-под международной юрисдикции, чего стоит. И рождаются закономерные вопросы. Простите, а эти решения будет президент один выполнять? Или чиновники с иностранными паспортами в карманах будут самоизгоняться? Для кардинальных перемен требуются кардинальные кадры, которые, как известно, решают все, а при необходимости решают всех. Всех, кто мешает запланированным изменениям, кто саботирует и занимается вредительством, без разницы из принципов или из вредности. Если президент России не имеет в загашнике какой-то хитрый план, но обладает решимостью выполнить запланированное, по всем законам физики где-то должны появиться объявления следующего содержания. Требуется водитель воронков, работа в основном в ночную смену, требуются квалифицированные следователи со знанием бухгалтерии, работа сдельная. Одним словом, по результатам послания требуется опричное правительство, хотя там сразу поднимается вопрос, связанный с рождаемостью, но об этом как-нибудь в следующий раз. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях и обязательно выскажите свою точку зрения в комментариях. Также, чтобы ни в коем случае не пропустить следующее видео, подписывайтесь на канал и заходите на наш сайт. Там много различной информации о происходящих событиях в мире. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok